Добрый день, уважаемые слушатели. Добрый день. В эфире Финал.ФМ. Сухой остаток. Меня зовут Олег Дмитриев. Ну что ж, в это время, как всегда, мы говорим о том, что происходит на финансовых рынках и в отношении российского рынка акций. Продолжаем искать поводы для оптимизма. Именно так мы и назвали сегодняшнюю тему нашего эфира. Ну что ж, прежде всего, представляю гостей из студии Сухого остатка. Сегодня Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFSIC. Добрый день, Станислав. Добрый день. И в студии Сухого остатка Алексей Бизин, портфельный управляющий инвестиционной компанией «Концерн General Invest». Добрый день, Алексей. Добрый день. Уважаемые слушатели, вы также с нами, я надеюсь. И более того, вы не только слушаете нас в эфир, но и имеете возможность присоединиться к нашей беседе. Для этого есть телефон студии. Его номер 6510996, код Москвы 495. Звоните. И также есть адрес электронной почты по нашего сайта финам.фм. Соответственно, им тоже вы можете воспользоваться для того, чтобы написать собственные сообщения. И начиная эфир, давайте посмотрим традиционно, какова же картина маслом на 1507 Москвы, что происходит на финансовых рынках. Ну, начиная, опять-таки, со вчерашнего закрытия американцев. Собственно, вчерашнего закрытия американцев не было, да? Так уж я... Вчерашнее закрытие фьючерсов? ПНР. Ну, разница только, да, фьючер немножко. Вот S&P, кстати, на 80-х подрос. Вот. А, собственно, да, торговой сессии американской не было вчера, поскольку празднили американцы, наши коллеги, американский день труда. Об этом мы говорили вчера. Ну, и сегодняшняя торговая сессия, азиатская ее часть, по крайней мере, Nikkei подрос почти на 3%, да, чуть больше процента сделал Shanghai Composite, то есть все было замечательно с утра. А вот днем, ну, и, наверное, можно сказать, что и днем, да, начиналось все не так плохо, потому что и Европа в лице FTSE 100, и наши индикаторы тоже подрастали в моменте. Сейчас мы видим несколько иную ситуацию, ну, связанную вот с последними сообщениями средств массовой информации уже на радио Финам-ФМ вы неоднократно слышали уже об этом. Итак, в моменте мы наблюдаем, FTSE 100 теряет все же, да, 0,09%, находится ниже в Атерлинии 6500 сейчас его текущая котировка. Ну, а наши все-таки, да, нашли повод для роста вновь, или, там, разворота, да, после этого отскока. РТС прибавляет 0,05%, ну, символично, но, тем не менее, в плюсе 1292 пункта его текущая котировка. И чуть веселее выглядит индекс ММВБ, 0,3 в плюсе, 1371 пункт. Рубль продолжает слабеть, и уже, да, недавние локальные максимумы были сегодня преодолены, выше 33,40 торгуется пара доллар-рубль. Ну, к этому мы вернемся, сегодня поговорим, конечно, да, о судьбе нашей национальной валюты. Дальше рисуем картину. Ну, и так, сырьевые рынки и Форекс, нефть марки Брент, ну, стабильно высоко, 113, господи, 113,27 стоит бочка Брент, 106,90 стоит бочка Лайтсвит. Золото также находится ниже 1400 долларов за тройскую унцию, и евро-доллар продолжает, ну, пока что плавное снижение, но, тем не менее, уже ниже 1,32 пара торгуется, 1,3175 в моменте. Далее смотрим на набор голубых фишек, ну, давайте так, разнонаправленно, да, как обычно это выглядит в последнее время, разнонаправленно. Среди лидеров падения больше 3% теряют акции АвтоВАЗа, почти процент ГМК Норникель и 0,3% НЛМК Обычка. Да, и лучше рынка Газпром, 0,7%, понимали, Ростелеком на 3% выстрелил, Уралкалий, да, немножко восстанавливается, чуть больше процента, 158 рублей стоит бумажка, и, 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 ну, и все, наверное, да, МТС 0,7% тоже делает. Ну, все происходит так, да, в каком-то, в таком, я бы сказал, ежедневном режиме туда-сюда, туда-сюда, вот, что-то, внешние факторы, внутренние факторы, да, со стороны к нам приходят какие-то новости изнутри, они говорят, это отскочило сегодня, завтра, значит, она скорректировалась. Это сегодня подросло, а завтра упало. Тенденции никакой глобальной нет, Санислав, тебе первый вопрос, поскольку ты все-таки аналитик по макроэкономике, да, нужно найти идею, давай ее найдем вместе, может быть, в этой студии, идею, которая, по крайней мере, а, поддержала бы российский рынок, не давала бы ему проседать, потому что мы говорим о том, что, да, постепенно, по чуть-чуть, но ниже, 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 ну, и там есть куда двигаться-то, в принципе, еще если говорить об индексах. И, может быть, какая-то глобальная идея, которая поддержит все экономики мира, все фондовые рынки, и, наконец-то, наступит рай на земле. Ну, хорошо, давай. Надеюсь, мы до этого доживем. Ну, я сам надеюсь, я пойду, тебя пригласил сегодня в студию. Да, у меня немножко другая деятельность. То есть ты с раем никак не связан пока еще, да? Пока нет. Не отправляешь. Но готов прийти сюда, когда эта связь появится. Хорошо. Немножко по поводу российского рынка. Не думаю, что здесь можно говорить про макроэкономику. Основной плюс российского рынка этого дешевизна. По сравнению даже с аналогами развивающихся стран, он остается дешевым, привлекательным и ждет лишь триггера какого-то, чтобы пришли сюда, наконец-то, обратно западные фонды. Пока мы видим обратный, мы видим продолжающийся отток средств, пусть и не такими большими темпами, как, например, происходит в Бразилии, где уже отрицательная сальдо оттока капитала наблюдается с начала года. Мы пока лишь увидим то, что все деньги, которые сюда зашли с начала года, они практически все и ушли. И ушли. Да. Ну, в минусе пока мы еще, да? Пока нет еще. Ну, еще такими же темпами, недельку-две, и, собственно, мы также уйдем ниже в оторлении. Ну, смотри, если, опять-таки, да, какую-то более-менее идею искать глобальную, то есть вот все, что происходит в Бразилии, ты привел сейчас пример, все, что происходит на развивающихся рынках, это некая общая идея. То есть народ бежит именно с развивающихся рынков. Взывание одной цепи, это сворачивание ФРС программы количественного умягчения, это изменение инвестиционных предпочтений глобальных фондов, которые просто выводят деньги с развивающихся рынков, потому что в последнее время они видят снижение темпов роста экономика и, соответственно, усугубление в некоторых случаях и политических рисков. И возвращаются обратно домой. В некоторых случаях мне понравилось. В некоторых случаях, да. И тут можно отметить два момента. Первое, то, что частично эти средства попадают на так называемые frontier markets. Это рынки фондовые тех стран, которые еще, собственно, были вне поля зрения большинства глобальных фондов. Это, например, Вьетнам какой-нибудь, ну, то есть что-то из второго-третьего эшелона. Плюс возвращаются обратно домой. Здесь стоит учитывать такой момент, что очень большой леверидж в целом по финансовой системе. Теневая банковская система очень сгенерировала большие потоки ликвидности. И вот опасения того, что произойдет в скором времени ужесточение монетарной политики, провоцируют обратный отход, потому что нужно как-то закрывать свою позицию. И чем раньше ты это сделаешь, тем лучше. Потому что если ты немножко промедлишь, то боюсь, что ты этой деятельностью дальше не сможешь продолжать. О монетарной политике мы поговорим. Леш, логично ли в этой ситуации рассматривать именно инвестору глобальному рынки фиксированных доходностей, что называется? Ну, долговые, в частности, или какие-то похожие на них? Ну, я думаю, что логично. Как и последние годы, вообще говоря, фокус внимания инвесторов в последние годы сместился в сторону активов, которые генерируют текущий доход. Этим критериям, конечно же, отвечает фикс-тынкам и отвечают дивидендные бумаги, те, кто обладает и имеет продуманную политику по выплате дивидендов. Собственно говоря, в нашем рынке результаты таких компаний, как Башнефть, Сургутнефтегаз, Статнефть в прошлом году показывают, ну, достаточно четко подсвечивают этот выбор инвесторов. С точки зрения фикс-тынкам, я думаю, что вполне возможно, я допускаю, что то ралли прошлого года, которое мы видели, это на самом деле только начало большой волны спроса на долг развивающихся рынков и долг фронтир-маркетских, правильно сказал Станислав. Дело в том, что 2013 год — это первый год официального выхода на пенсию первых бэби-бумеров в США. Я напомню, что этот промежуток продолжался целых 20 лет, и то есть в течение 20 года количество пенсионеров в США будет пребывать и пребывать. Ну и вообще говоря, то есть общее правило для них является реалокация из эквити в Абанды. Леш, спасибо огромное, я тебя прерву, извини, новости на Финам.ФМ послушаем, потом продолжим наш эфир. Итак, друзья, продолжаем эфир. Сухой остаток на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии. Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFSIC и Алексей Бизин, портфельный управляющий инвестиционной компанией Concern General Invest. Как всегда, мы обсуждаем текущую ситуацию и в отношении российского рынка акций ищем повод для оптимизма. Кстати, события последних часов, когда мы наблюдали в средствах массовой информации сообщения о возможной активизации на Ближнем Востоке, потом это все дело все-таки более-менее отошло на второй план, но в том не подтвердились самые страшные предположения. Я традиционно всегда смотрю на рынок, потому что он-то первый сразу реагирует, еще и в средствах массовой информации. И уж тем более из уст экспертов мы могли не услышать какие-то подтверждения или опровержения, а рынок сразу же раз и начинает движение, да, совершенно верно, отыгрывая те или иные события. Вот если последний, еще раз возвращаясь, да, последнюю информацию по поводу ракет в Среднеземном море учитывать, то, в принципе, я смотрю на графики сейчас, индикатор российского рынка, да, был пролив такой заметный, да, в ответ на это сообщение. А, на мой взгляд, гораздо больше чувствительный барометр рынок валютный, вот он никак на это дело не отреагировал. Поэтому, наверное, можно было бы и предположить, что, да, это немножко не так в плане информации, которую мы в средствах с вами читали. Ну что ж, вернемся. Итак, Леш, продолжи, пожалуйста, очень интересная тема вот по поводу бэби-бумеров, да, и их ожиданий, или точнее ожиданий глобальных рынков, что ли, да, от их активности в будущей. Что здесь можно сказать? Ну да, вот возвращаясь к теме реаллокации активов, общее правило для американских инвесторов, это когда ты работаешь, у тебя аллокация в портфеле 70 на 30 эквити к бандам, когда ты выходишь на пенсию, так как у тебя инвестиционный горизонт уже понятен, и он короткий, то твой портфель должен выглядеть с точностью наоборот. То есть, грубо говоря, 70 бандов, 30 акций, меньше риска, больше текущего дохода. И то ралли, которое мы видели в 2012 году, помимо, конечно же, ультрамягкой монетарной политики крупнейших центробанков, мне кажется, что одним из факторов это была как раз реаллокация пенсионных денег в США, и, как я уже сказал, мне кажется, что этот процесс, он только начался. С этой точки зрения, когда вы в сегменте кредитного качества, там, ААА или даже А, вряд ли найдете доходности выше 4, ААБ выше 6, любые банды наших эмитентов приличного качества, например, как Альфа-банк, который платит 7 годовых, должны пользоваться большим спросом со стороны инвесторов. И рано или поздно, мне кажется, вот это вот непонимание российского риска, оно уйдет, и здравый смысл восторжествует, и деньги проголосуют за доходность, которая есть на очень-очень приличное кредитное качество. То есть, мы сейчас, опять-таки, говорим о том, что вот эта релокация, она будет из рынка акций, да, активность переходить на рынок облигаций, ну, а поскольку вот Леша сказал о доходности, которые наверняка на развитых рынках, да, тоже редко встречаются, такого уровня доходности, то, да, посмотрят инвесторы и на развивающиеся площадки. Ну, пока мы видим немножко другую динамику. Дело в том, что в последнее время доходности на американском рынке растут, и, соответственно, позиционирование в отношении развивающихся рынков, ну, в данном случае, пока не выглядит предпочтительным. Ну, а в дальнейшем, соответственно, когда доходность стабилизируется, когда процесс замедлится, тогда, соответственно, если в сравнении emerging markets будет интересно, то сюда можно ожидать возвращения средств инвесторов. Действительно, активы fixed income, они интереснее будут в ближайшем будущем, поскольку, в целом, мировая экономика вряд ли в ближайшие годы будет демонстрировать уверенный темпы роста, и, соответственно, склонность инвесторов к риску будет оставаться ограниченной. И, опять же, если затронуть эту тему, которую осветил Алексей, то, что выходит поколение бумеров, то, действительно, склонность к риску будет не очень высокая, потому что инвесторам, в принципе, этим незачем будет гнаться за какой-то доходности, ему нужно будет получать просто текущий доход. И с учетом осуществления в последнее время политики финансовой репрессии, когда мировые центральные банки, понизив процентные ставки и, инициировав программу «Количество смягчения» привели к тому, что доходности упали, соответственно, вот получилось так, что и долг российской компании вдруг стал интересен. И, в принципе, вполне возможно, что с учетом того, что новые деньги будут, скорее всего, уйти в долговые инструменты, мы будем по-прежнему видеть после какой-то паузы интерес. Ну, интерес именно все-таки к рынку облигаций, я так понимаю, да? Да, да, да. Не к рынку, а целью. Судя по тому, что я слышу от коллег, в реальности, по крайней мере, со стороны западных инвесторов, интереса к эквити-риску нет никакого уже достаточно долгое время. Все, что происходит сейчас на российском рынке акций, это все-таки какие-то внутренние наши события, да? То есть наши же инвесторы туда-сюда гоняют просто. Я хотел бы дополнить, после 2011 года немножко изменилось отношение к риску глобально. И, соответственно, ну, еще ранее, раньше, конечно, после 2008-2009 года фонды акций практически не было притока средств. И сейчас вот это ожидаемое событие перехода средств из рынка облигаций в рынок акций мы его не видим. И он будет, по сути, ограниченным. Последняя статистика как раз показала, что на вот этой коррекции S&P 500 за последние две недели было рекордное изъятие средств инвесторов. И, соответственно, вряд ли мы увидим изменения тенденции. А для российского рынка поводы оптимизма есть за то, что на фоне глобального такого снижения, он, в принципе, довольно неплохо выглядит и дальше не снижается. В связи с тем, что уже много средств отсюда ушло, поддерживает нас высокие цены на нефть, ну, и, соответственно, притока и внутренних средств, в том числе пенсионных денег. Ну, исключительно внутренние все-таки, да? Ресурсы у нас пока что внутренние, внешних. Ну, судя по динамике притока-тока средств из фондов, инвестирующих в Россию, пока мы не видим изменения ситуации. Пока тенденция такая же, как и по всем emerging markets. — Заговорили мы о доходностях американских бандов, прежде всего, да? Ты говоришь, что они вот подрастают сейчас. На чем это происходит? Если опять мы наблюдаем перепозиционирование, да, перекладывание из рынка акций в рынок облигаций. То есть ситуация как-то иначе должна выглядеть. — Ну, здесь я бы просто сегментировал. Действительно, коррекция на рынке облигаций была, но она была в сегменте длины дюрации. То есть наибольше, конечно, пострадали 30-летки США. Я просто хотел бы отметить, что такой срочности долга в корпоративно развивающихся рынках его просто нет. Они все значительно короче, и сейчас стена погашений, так называемая, она приходится на 16-17 год. Это тот момент, когда большая часть корпоративного долга будет рефинансироваться. С этой точки зрения процентный риск и, соответственно, действия Феда по управлению процентными ставками, они в гораздо меньшей и в более мягкой степени сказываются на доходностях, чем они сказываются на доходностях на американском рынке, ну, в принципе, для долга с длинной срочностью. Поэтому, вот откровенно говоря, коррекции на тех рынках, где работает General Invest, то есть это погашение до 2020 года, Single B, Credits, там, по большому счету, еще никакой коррекции не было. Ну, то есть, если ее не было, а где-то она уже случилась, значит, вы ее резонно ждете. Ну, мне кажется, что реакция рынка и опасения по поводу сворачивания одномоментного и внезапного программ количественного смягчения со стороны ФРС, она, как бы так сказать, рынки переоценивают. Это фактор, я думаю, что... Сам фактор, да, одномоментного, внезапного, неожиданного, ну, такого быть не может просто. Да, да, и такого быть не может просто потому, что это монетарная политика, и решения там принимаются совершенно другим способом. Более того, то есть, по сути, у нас есть только разномастные мнения голосующих и неголосующих членов комитета по операциям на открытых рынках, есть какой-то консенсус на рынке про то, что программа будет сворачиваться, вот, но в реальности, пока ФЕД не начнет повышать ставку базовую, любые доходности госдолга, которые будут выше нее, это просто, ну, волатильность рынка, и в конечном итоге ставки должны будут сблизиться с целью ФЕДа. ФЕД про повышение ставки пока что не говорит, я думаю, даже они об этом не думают. И не думают, конечно. То есть, в принципе, да, вот те разговоры вокруг сворачивания количества смягчения, это еще не разговоры вокруг изменения монетарной политики, потому что, да, крайне низкие ставки, как заявлял и господин Бернанке, и, да, его коллеги, они все равно продолжатся еще достаточно долгое время. — Об этом говорит, в первую очередь, Буллард и Сэнд Луисон, говорит, что эти процессы не нужно взаимосвязывать, что количество смягчений — это одно, а повышение процента ставки — это другое. Вот, но, судя по, опять же, по его комментариям, ему пока не верят. — А кто ему не верит? Рынок ему не верит? — Рынок не верит, да. Опасается, что ФРС все-таки обманет. Вот, ну, если посмотреть на динамику. — В чем я хотел, знаешь, добавить? Опасается, что ФРС все-таки обманет. И в скобках — как делали это неоднократно. Ну, это, добавка — это невозможно. — Тут не то, что это как-то намеренно может быть, а просто многие регуляторы, они же в своих прогнозах могут так же ошибаться, как и другие экономисты. — Здесь есть, наверное, еще два момента, на которые реагирует рынок, но о которых почему-то мало говорят, по крайней мере, у нас. И, по крайней мере, пока, скажем так, это достижение США, очередное достижение потолка госдолга. — Ну, мы говорили об этом уже раза четыре, я тебя чувствую. — Соответствующие. Ну, просто сейчас пока этому мало внимания придается. — Ну, есть более, да, более горячие есть. — И решение ФРС поставки. Но, тем не менее, там, очевидно, будут какие-то политические упражнения в Конгрессе по этому поводу. Ну, и, как мы видели все прошлые разы, это сопряжено с определенной волатильностью. Я думаю, что кто-то, вполне возможно, делает сейчас ставки уже с расчетом на это. Это один момент. И второй момент — это смена главы ФРС. И сейчас, я так понимаю, что больше всего шансов стать главой у Лоренса Саммерса. — А госпожу Елен не рассматриваешь? — Ну, я, честно говоря, сам думал, то есть еще три месяца назад я думал, что станет госпожа Елен, но сейчас вроде как, по крайней мере, вся аналитика, которую я читаю, указывает на Лоренса Саммерса, который был советником Билла Клинтона еще в его администрации. Его описывают, вообще говоря, с нему достаточно интересная ситуация, примерно как с Эльвирой Набиуллиной. Когда появилась ее кандидатура, множество экспертов поспешили выступить про то, что новый глава будет, скажем так, менее независимым. То же самое сейчас говорят... — Мягко говоря, да? — Да, мягко говоря, но как мы увидели по действиям Центробанка, допустим, то, о чем все говорили, снижение стало госпожа Елен Биуллина вовсе не торопилось. — И аргументированно это, да, делается? — Вообще говоря, как показало дальнейшее развитие событий, вот эти летние месяцы, ситуация с нашим промпроизводством, и хорошо, что она... — Этого не делала. — Этого не делала. — У нее сейчас осталось это оружие в руках еще до сих пор. Вот, с Лоренсом, с Амерсом там примерно похоже, сейчас дискуссия складывается по поводу того, что ФРС перестанет быть независимым, по поводу того, что... И как бы может быть именно с этим связано то, о чем вы говорили, недоверие какой-то рынка словам, тем посылам, которые Фед делает публично. Но мне кажется, опять же, это ФРС останется независимой в своей политике, и просто по-другому быть, на самом деле, мне кажется, не может. Вот, поэтому... — То есть в данном случае кандидатура главы, она принципиальное значение не будет иметь, да? — Мне кажется, нет. Мне кажется, нет, и, по крайней мере, краткосрочно совершенно точно никаких изменений в монетарной политике не будет, а дальше все будет обуславливаться скорее не личностью главы, а объективными показателями, да, которые будут макроэкономической статистикой. И, кстати, пока без изменений, да, и уровень безработицы целевой, и, что называется, целевой уровень инфляции. Пока на это ориентируется Федрезерв. Ну, хорошо, мы еще раз прервемся, у нас в эфире новости на Финам.ФМ. После новостей продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем наш эфир, сухой остаток на Финам.ФМ. Напомню, сегодня мы, как всегда, обсуждаем текущие ситуации на финансовых рынках, в отношении российского ищем повод для оптимизма. Ну и, в принципе, мы говорим о том, насколько с оптимизмом можно смотреть в будущее, начиная обсуждение, собственно, да, локомотива мировой экономики Соединенных Штатов Америки. Вот сейчас продолжим разговор о будущей монетарной политике в связи с одним, вторым, третьим, пятым, десятым событием, которые далее в этом году нас с вами ждут. Я напомню еще раз, сегодня в студии сухого остатка Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике UFSIC и Алексей Бизин, портфельный управляющий инвестиционной компании Concern General Invest. Напомню и вам, уважаемые слушатели, телефон в студии 6510-99,6, код Москвы 495, сайт компании finam.fm. Давайте еще пару слов, Стас, по поводу монетарной политики и того, что происходит. Сейчас вот о целевых уровнях я заговорил, безработица 6,5, да, инфляция там сколько, 2%? Ну, сейчас уже вернулось к 2%, но не факт, что она на этом уровне еще останется, потому что, в принципе, спрос в экономике остается слабый, последние данные по этому свидетельству. Был небольшой пересмотр в сторону ухудшения, и в целом зарплаты пока еще не растут, так как могли бы расти, то есть они на уровне инфляции, и навес числа безработных остается высоким, порядка 2 миллионов человек, а в США просто перестали ходить на биржу труда, регистрироваться, поэтому они такие теневой такой, теневой силой безработицы являются, вот, когда экономика начнет оживать, и эти люди вернутся, будут искать работу, то, соответственно, уровень безработицы будет на протяжении длительного периода времени стагнировать на текущих уровнях, поэтому там 6,5%, 6%, которые там ФРС озвучивает, действительно сильный сигнал для рынков, вопрос лишь доверия, сможет ли ФРС действительно удерживать ставки на столь низких уровнях в тот момент, пока безработица достигнет тех же. — Ты хочешь сказать, что через какое-то время может получиться так, сейчас затеяли сворачивание КОИ-3, мы говорили, это немножко разные вещи, но тем не менее, ставки остаются на прежнем низком уровне, проходит какое-то время, там, год, два, три. — Ну, по прогнозу ФРС 2014 год. — Экономика стагнирует, американская, да, ситуация, наверное, ухудшается, там, что-то еще, и ФРС говорит, слушай, надо опять нам очередной куе затевать. — Ну, в принципе, не исключено, конечно. — Может такое быть? — Причем, я думаю, что хватит даже слов на первых парах. — Слов чьих? — Феда за коммитмент по поводу того, что да, мы будем поддерживать ставки низкими, при этом в реальности, ну, то есть, мне кажется, несколько раз рынок съест эту вещь без фактического подтверждения действиями со стороны Феда, потому что, опять же, мы видим, что реакция на вербальную риторику голосующих членов Феда со стороны рынка, она очень сильная и избыточная зачастую, поэтому, если они попробуют, грубо говоря, сблифовать один раз, я думаю, что рынок атакует. Но другое дело, что это нельзя делать бесконечно, вряд ли сделать. — Безусловно. — Тем более, вот события весны-лето, да, мы с вами, ну, с вашими коллегами, может быть, обсуждали в этой студии, что выглядело это как попытка Федрезерва господина Бернанки так прощупать рынок, потому что в мае он однозначно как-то так неожиданно заявил, что все, ребята, все хорошо, будем сворачивать, мы видели их сразу реакцию. А на следующем заседании он говорит, ребят, ну, вы нас не так поняли. — Потом немножко акценты поменялись, он ввел понятие, что ФРС еще очень важно, чтобы на рынках финансовых была стабильность, да, и после этого инвесторы успокоились, поняли, что их не бросят, что им придут на выручку, да, и потом, опять же, эти заявления о том, что количество смещения может быть как увеличится, так и уменьшаться в зависимости от поступающих экономических данных, что это все будет делаться пошагово, вот, то есть инвесторов успокоили. Но в целом, как направление было задано, в принципе, по-моему, блестящая работа, сейчас все ждут, вот, что это будет когда-то наступит, но вопрос лишь... — Это мысль уже, да, вот она в подсознании проникает. — Все уже ориентируется на середину следующего года, вопрос лишь в том, действительно ли ФРС до этого срока все успеет свернуть, не повлияет ли на это внешние обстоятельства, как-то война в Сирии, как-то повышение лимита госдолга, это важный момент, вот, и, соответственно, постепенно эта мысль проникает в сознание. Другое дело лишь в том, насколько вот мир увлекся вот этой игрой, не стой на пути Феда, покупай, вот, насколько уровень лавержа высок, вот, хедж-фонды, вот, синевая банковская система, насколько они готовы к этому. Вот, вопрос в этом. — Ну, очевидно, что все-таки, да, политика Федрезерва — это политика некого глобального такого масштаба, да, есть у нас и локальный Центробанк, европейский, например, японский Центробанк. — Они бы обиделись, особенно глава Банка Японии, который просто невероятные вещи это вытворяет сейчас с удвоением денежной базы. — Совершенно верно. Вот, если с этой точки зрения, да, как вы считаете, будет продолжаться политика смягчения в Европе, в Японии, в Британии? Ну, давай, Леша, следующий. — Мне кажется, что факты говорят о том, что она уже продолжается другими Центробанками. Другой вопрос о степени ее эффективности и о том, вообще, насколько обосновано ее применение в каждом отдельном взятом случае, в частности, как правильно отметил Станислав в Японии. Вот, но, тем не менее, дешевое фондирование — это вообще вот краеугольный камень существующей системы накачивания резервов банков для того, чтобы их балансы выглядели более крепкими, для того, чтобы не допустить ликвидик раньше, который мы видели в 2008 году. Короче говоря, совершенно точно в одну и ту же реку мы точно, ну, не войдем. Это будет, это будет, но будет что-то другое. Вот, по срокам я не знаю, но в Японии, например, только начали они свою политику. Я думаю, что Станислав сейчас здесь... — Ну, наверное, не только, да, можно, сколько год уже ей будет, после того, как... — Ну, сейчас затруднюсь назвать какие-то сроки. — Ну, ладно, мог с ним со сроками. — Я просто могу вернуться к тому, что начиналось все с ФРС, потом уже подключились все другие регуляторы, Банк Англии, потом ЕЦБ, Банк Японии. И вот сейчас с учетом того, что мы видим по экономикам, ну, экономика американская, она, в принципе, поувереннее себя чувствует, чем все остальные. Поэтому, собственно, логично, что именно там начинается сворачивание. Вот, возможно, мы постепенно это будем видеть и в других странах. Но, опять же, это все будет сопряжено действительно с пониманием. Если процесс, протекает ли этот процесс, в общем, самостоятельно, идет ли экономика на поправку без поддержки монетарными стимулами. Если этого нет, то никто торопиться с этим не будет. И, собственно, вот сейчас начинается встреча G20 на этой неделе, где как раз развивающиеся рынки, представители там развивающихся рынков G20 других стран, которые не входят в G7, вот они обеспокоены действиями Федрезерва. И это станет одной из ключевых тем для обсуждения. Потому что, собственно, есть опасения, что действия одного игрока влияют на очень многих. То есть, да, мы говорим, что здесь может быть какая-то несостыковочка, да, если Федрезерва начнет действие по сворачиванию, а остальные будут активно продолжать это. Ну, в принципе, для мировой системы это как раз таки правильно, потому что действия одного игрока будут компенсироваться другими. То же самое Банк Японии, который ежемесячно на серьезную сумму там осуществляет выкуп активов, это как раз будет компенсировать то сокращение, которое предполагается со стороны ФРС. Вот пресловутые валютные войны, термин такой мы ввели, да, ну не мы ввели в прошлом году, а может чуть раньше. Это вот в рамках политик вот этих монетов? Ну, сейчас уже актуальности этой темы нет. Сейчас, по сути, мы видим отток серьезных капиталов из развивающихся рынков. И министр финансов в Бразилии, который ввел этот термин в употреблении, сейчас такие уже наоборот другие задачи решает. 60 миллиардов долларов хочет направить на поддержку национальной валюты, потому что уже... Индию можно, да, вспомнить, Индонезию можно вспомнить. Индонезию, да. Все такие страны, у которых есть дефицит текущего счета платежного баланса. Это как раз результат неких валютных войн. Это результат того, что много ликвидности в мировой системе, и пока вот этот процесс во многом бесконтрольный. То есть тяжело контролировать нынешними методами вот этот процесс. Ну, о валюте заговорили, о развивающихся рынках продолжаем говорить. Давайте, собственно, и о отечественной валюте посмотрим, поговорим точнее. Взгляд на нее беглый, вот я смотрю на спот, 33.45 стоит 1 доллар, 33 рубля, 45 копеек. То есть максимумы этого года, да, 33, 35 там было небольшое, уже практически перебиты. Ну и куда вверх идти, наверное, есть. Леш, как ты смотришь на национальную валюту, собственно, в ближайшей или среднесрочной перспективе продолжится ослабление ее курса? Ну, вероятность, конечно, существует достаточно серьезная. Тем более, что рубль на самом деле не самая плохая валюта развивающихся рынков с начала этого года, вот, то есть с точки зрения там сравнения, как бы, взгляда на Россию, как именно на баскеткейс в этой вот корзинке развивающихся стран, рублю, конечно, есть еще куда падать. Ну и кроме того, у нас очевидные проблемы с промпроизводством, вот, то есть в целом экономика плохо сбалансирована, существуют структурные проблемы, добыча нефти практически не растет, и вот драйверов каких-то позитивных здесь нет. Вот, поэтому, да, конечно, рубль может ослабеть до конца года сильнее. Вот, но я бы, честно говоря, не, ну, то есть не придавал бы слишком большого драматизма данной ситуации, потому что в конечном итоге это же цель Центробанка перейти к абсолютно плавающему курсу рубля. Ну, я боюсь, что это не слишком быстро реализуется к абсолютно плавающему курсу, все-таки видишь. Ну, интервенции, конечно, проводная интервенция оставляет за собой любой Центробанк. Другое дело, что ЦБРФ может отказаться там от практики, в какой-то момент отказаться от практики жесткого валютного коридора, там определенной формулы, которую они используют. Вот, поэтому, как бы, состояние валюты, это, на мой взгляд, то есть, опять же, если рубль подешевеет, это же хорошо будет для наших экспортеров в конечном итоге. Поэтому мне кажется, что здесь все с этой точки зрения экономическая система сбалансирована. Понятно. Действительно, на твой взгляд, может Центральный банк рано или поздно отказаться от валютных интервенций и вот так вот отпустить рубль в свободное плавание, как, собственно, делают это в основном валюты развитых стран. Мы, собственно, к этому и идем. Это предусмотрено среднестративной стратегией нашего банка, Центрального банка. И постепенно, конечно, когда-то мы к этому придем. Но с учетом нынешней ситуации, трудно поверить, что это произойдет в ближайшее время. Потому что пока еще все-таки нужно, чтобы наш Центральный банк держал руку на пульсе, потому что пока мы еще недостаточно зрел рынок для этого. У нас есть звонок, давай послушаем. Сергей, день добрый, вы в эфире. Говорите, пожалуйста. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну вот тут сказали по поводу промпроизводства. Но вот что интересно, с одной стороны, наша экономика буксует, да, и это как бы признали. В общем-то, началось примерно где-то с весны 2012 года. Вот, но при этом, при этом постоянно открывается новый производство. Постоянно. Постоянно идет обновление оборудования. Вот. И я думаю, что в этой связи здесь, наверное, больше положительного, чем отрицательного. Потому что рынок перебалансируется, перераспределится и оптимизируется. Потому что много идет именно замещения за счет импорта, за счет каких-то вот таких вот цепочек, в которых были включены там иностранные моменты. Вот. И я думаю, что еще где-то, наверное, годик так с вами помаринуемся. А в 15-м, в конце 15-го уже, скорее всего, пойдет нормальный рост. Понятно. А по поводу национальной валюты какой-то комментарий у вас был? Ну, здесь, собственно, оно и ожидалось. То есть, ну, что еще остается делать? Понижать, как бы, курс собственной валюты. Стандартные ситуации. Ну, то есть, это вот в рамках экономической политики, да, наших властей это нормально, это логично выглядит? Ну, оно же очевидно. То есть, хотели бы, наверное, и больше, да, но больше тоже нельзя, потому что, несмотря на все эти вещи, мы все равно, как бы, импортозависимые страны. Спасибо. Сергей, спасибо. У нас сейчас новости на Финам.фм, потом мы продолжим эфир. Ну, что ж, друзья, продолжим наш эфир. Последняя его часть, к сожалению. Сухой остаток на Финам.фм. Еще раз я напомню, сегодня у меня в студии Станислав Савинов, аналитик по макроэкономике, UFSIC, и Алексей Бизин, портфельный управляющий инвестиционной компанией «Концерн General Invest». Суждаем мы текущую ситуацию, ищем поводы для оптимизма. Вот, кстати, наш слушатель, который комментировал, да, до новостей состояние российской экономики, так можно, наверное, сказать, и национальные валюты. Мне кажется, он оптимист все-таки, да, Леш? Ну, оптимист. Да, да, то есть было бы, конечно, интересно продолжить общение и узнать, в каких отраслях это, потому что, может быть, туда стоит инвестировать. Совершенно верно. И мне тоже лично. Ну, ты вот как аналитик, да, или тем более как портфельный управляющий, тебе подобные отрасли неизвестны, да, подобные места нет? Ну, с точки зрения реального производства, я может, ну, то есть я, видимо, где-то недоглядываю, но я, к сожалению, не вижу достаточно крупных рынков, которые бы росли в России в последнее время в реальном секторе. В реальном, безусловно. Да, в финансовом секторе, да, там немного другая ситуация, например, с розничными портфелями банков, но уже, если говорить про реальную экономику, к сожалению, нет. И, собственно, статистика об этом говорит, да? Да, химия, нефтехимия, это только то, что показывает такие неплохие темпы роста, остальное все либо стагнирует, либо мы видим отрицательную динамику, особенно там автомобильная промышленность, производство оборудования, там, к сожалению, пока печальная цифра. Ну да ладно. И давайте все же более пристально посмотрим на российский рынок акций. Несмотря на то, что, ну, Леша вот уже озвучил идеи дивидендных бумаг, да, собственно, это вещи достаточно очевидные, может быть, есть с отраслевой точки зрения какие-то интересные истории, может быть, точечные какие-то. Точечные идеи, это можно обратить внимание на акции Уралкали и на акции Ростелекома, которые испытали серьезное понижение в последние дни на фоне корпоративных новостей. К сожалению, у меня нет каких-то там оценок справедливой стоимости этих акций. Ну, на мой взгляд, в акциях Уралкали сейчас все зависит от новостного потока, но в целом вполне акция выглядит привлекательно. Именно потому, что она хорошо подешевела. Да, очень драматическое снижение было котировок и, соответственно, можно дождаться развязки вот истории с основным акционером, вот с тем, как эта история закончится, взаимоотношение России в Белоруссии, будет ли достигнут какой-то мир. Ну, на твой взгляд, вообще будет достигнут мир? Это непредсказуемо. Это Россия и Белоруссия, это должно быть предсказуемо. Тем более, у нас опыт, ну так, опыт видеть подобные, да, какие-то сюжеты у нас уже был на протяжении недавней или, может быть, более далеко. Нет, ну, когда-то все равно это заканчивается. Конечно. Вспомните все эти молочные и газовые войны, сколько бы они ни тянулись, всегда здравый смысл в конечном итоге должен возобладать, стороны должны прийти к пониманию, что дальше так продолжать не стоит. То есть есть некий порог, да, дальше которого все-таки партнера не заходит. Делитесь. Да, то в этом случае можно будет. Леш, ты как смотришь вообще на ситуацию с Уралкалием? Позитивно разрешится все это? Я никак не смотрю, у меня нет там позиции, я, честно говоря, этому рад. Ну, ты, понятно, я тоже этому рад, люди по 220, я говорил уже об этом позавчера, по 220 покупали в свое время и радовались, а сейчас наверняка они не очень веселы. В принципе, со стороны, да, может быть, не как активные там инвесторы, а просто. В конечном итоге Уралкалия это один из лидеров на кривой себестоимости глобальных. То есть фундаментально компания привлекательна, и она останется привлекательной просто за счет уровня себестоимости. С точки зрения того, какую цену заплатят миноритарии за то, что этот конфликт разрешится где-то там наверху, я, честно говоря, не знаю, и поэтому всех инвесторов, кто не уверен в исходе, я призываю просто отказаться от этой позиции. Держаться. То есть если у вас нет какой-то конкретной информации, я думаю, что реакция рынка будет достаточно сильной на любую новость, которая будет выходить по этому... Ну, то есть можно предположить, что у обычного, да, так, если позволить я назову, инвестора информации этой и не может оказаться. Конечно, не может. Правильно? Соответственно, инвестор обычный будет смотреть за котировками, и когда увидит какую-то бурную реакцию, ну, наверное, в сторону роста, да, стоимости этих акций, он может понять, что, видимо, консенсус найден какой-то, потом это подтверждается, как обычно, да, в средствах массы информации, потом, может быть, участники этой драмы выходят, да, и рассказывают, да, обнимаются, да, и целуются и говорят, ребята, да, знаете, бес попутал. Вот. Ну, а раньше времени, да, правильно? Да, но в целом для правильных долгосрочных инвесторов, тех, кто не инвестирует, там, даже на год или на три года, Уралкалия – это прекрасная бумага для того, чтобы ее держать. Я понял. Хорошо. Хорошо, хорошо, значит, что касается, ну, давайте так, банковского сектора, знаете, мы сегодня обсуждали вот эту тему, ну, буквально несколько минут, да, назад, что единственная, наверное, да, ну, или как минимум одна из небольшого количества отраслей в российской экономике, которые активно в последнее время растут, это, собственно, розничные, да, банки розничные, там, микрофинансирование. В связи с этим, вот что можно сказать по поводу акций банковского сектора, в принципе, они остаются еще привлекательными для покупки или, может быть, учитывая, что, так сказать, пик роста какой-то уже наступил, да, и перекредитованность, об этом тоже мы говорили розничные, может быть, стоит и отвернуться, Станислав? Здесь стоит разделять сектор микрофинансирования от традиционной банковской деятельности, потому что то, что тут было упомянуто, это банковский сектор не относится. Хорошо, вычеркиваю. Можно, конечно, обратить внимание на облигации доходного места, ой, ну, в общем, наши деньги, наши деньги, не знаю, как эта компания называется, там был очень хороший купон, по-моему, прошло все хорошо, с офертами, в общем, по-моему, второй выпуск собирался там подготовиться к выходу, вот, думаю, что можно было в этом поучаствовать, да, то же самое, как в свое время там ДКС выходил на рынок облигаций, и вот сейчас банк связной, вот, что касается непосредственно акций Сбербанка, там, ВТБ, то... Ну, там выбор небольшой, к сожалению, да? Ну, да, Росбанк есть возрождение, тут, конечно, стоит уже учитывать корпоративные какие-то моменты, ну, Росбербанк можно сказать, что он понизил таргет по чистой прибыли по итогам года, потому что темпы кредитования замедляются, рост просрочки наблюдается, поэтому, в принципе, вот мы видим по динамике акций в последнее время, они выглядят хуже рынка, и я думаю, что это не случайно. Ну, то есть, драйвер для роста, внутренний драйвер для роста, он уже исчерпан, по сути, если мы говорим о розничном кредитовании. Ну, во многом, да, потому что уже, по некоторой информации, чуть ли не треть доходов населения тратит уже на обслуживание взятых кредитов, да. Ну, тут вопрос лишь в том, насколько действительно продолжится рост зародных плат, который может являться в какой-то степени драйвером дальнейшего оживления розничного кредитования, ну, на мой взгляд, потенциала для этого не так уж и много. Леш, ты как смотришь на эти вещи? Ну, я согласен, что повторить результат прошлого года по росту кредитных книг будет очень сложно банков, поэтому сейчас начинается такая нудная ежедневная работа с портфелем по повышению его качества. С точки зрения корпоративного управления мне нравится Сбербанк. Вот относительно, если выбирать между Сбербанком и ВТБ, я бы выбрал Сбербанк. И иностранцы выбирают Сбербанк, а не ВТБ. А, кстати, если говорить о некой идее или голубой фишке российского фондового рынка, какое-то время назад мы говорили, что эту функцию с Газпрома взял на себя Сбербанк или она перешла от Газпрома Сбербанк. Сейчас она, на твой взгляд, у Сбербанка, вот этот флаг такой. Мне сложно сказать, у кого флаг, я просто могу сказать, что Сбербанк это, на самом деле, в конечном итоге ставка на рубль, по большому счету. Ну, то есть, понятное дело, что там... На рубль, то есть на его укрепление. Да, да, на его укрепление. Это очень хорошо видно, что Сбербанк лучше всего растет перед или сразу же после сильного укрепления рубля, он становится лидером. Почему он выглядит хуже рынка в последнее время? Ну, очевидно, потому что с рублем не все в порядке. с рублем не все в порядке. Поэтому это ставка для тех, кто верит в рубль. То есть, это, в принципе, бумага для патриотов, да? Для тех, кто верит в российскую экономику. Это просто прокси всего нашего рынка и связано как раз с тем, что именно деньги, как Сбербанк, как одна из ликвидных фишек, именно туда входят деньги нерезидентов и оттуда выходят. Это сказывается на динамике курса рубля в том числе. Поэтому сейчас мы видим, что интерес нерезидентов к российскому рынку несколько снизился, и мы это наблюдаем по акциям Сбербанка. А Газпром в последнее время смотрелось неплохо, потому что, в принципе, отчетность, которая была опубликована сегодня за первый квартал, она показала, что потребности в газе за рубежом выросли в Западной Европе. вот, и цены там тоже немножко подросли. Так что пока это вот такая локальная идея. Я понял. Кстати, недооценка по сравнительным мультипликаторам наших индексов, она связана с тем, что в наших индексах большая доля Газпромного РТС там в частности 15%. Все другие бумаги торгуются там примерно на уровнях своих аналогов из развивающихся рынков. А Газпром это вот, на самом деле иностранцы не любят Газпрома. И мне кажется, что из-за корпоративного управления, из-за того, что там очень много расходов, которые сложно объяснить акционерам. Ну, это важно. Это тем более для иностранца, да? Действительно важно. Он любит, когда ему все объяснят. Когда структура прозрачная, все подтверждено экономическими исследованиями, тогда и капитализация компании естественно выше. Все хотят получать кошло на свою бумагу. Если ее нет, и он уменьшается каждый год, то бумага не в фаворе. Понятно. Ну и давайте еще две минутки у нас есть. Высокие цены на нефть. Традиционная опять последняя, по крайней мере, тема для разговора. Высокие цены на нефть не поддерживают ни российский рубль, ни российский фондовый рынок. Почему? 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 Ну, тут сезонный фактор есть, конвертация дивидендов нерезидентов, нерезидентами. Ну и отток капитала, вызванный ожиданиями сворачивания программ ФРС. Российский рынок не поддерживает, потому что нет четкой прямой связи, потому что тут есть другие более такие глобальные факторы, которые не приводят. Ну, раньше была такая связь? Мне кажется, долгосрочная связь остается. Просто сейчас вот это очень специфическая ситуация. Премия в нефти образовалась из-за перспективы военных действий и продажа риска в широком смысле, в том числе, конечно, эквити российские относятся к риску. Она связана именно с тем же самым. То есть это ожидание... Парадоксально, да? Да, это достаточно парадоксально звучит. Но идея в том, что вот этими высокими ценами на нефть Россия не споржет воспользоваться. Эти высокие цены на нефть уже убивают индийскую экономику, например, да? То есть, если будут такие высокие цены на нефть, не факт, что Европа будет покупать столько нефти, сколько она покупает. В общем, там у них, мне кажется, есть еще ресурсы, куда ужаться по потреблению. Поэтому тут, мне кажется, это достаточно специфическая ситуация, связанная с диургенцией. Но в целом, мне кажется, что корреляция долгосрочная, на длинном отрезке нефть и рубль, нефть и российский риск сохранится. Смотри, а вот это геополитическая составляющая, да, геополитическая плата за риск, что называется. Ну, в случае каких-то более-менее, да, решений проблемы на Ближнем Востоке, более-менее, ну, наверное, недраматичных, да, сразу же этот риск исчезает. И мы видим, нефть опять идет к 100 долларам за баррель. Как в этом случае российский рынок отреагирует? Ну, мы посмотрим, как отреагирует рынок. У меня, честно говоря, тут, ну, я думаю, что, если уберется просто эта премия вот за геополитический риск, то, по большому счету, наш рынок должен оказаться там, откуда мы стартовали. Ну, то есть выше. Рубль в итоге будет покрепче. Да, покрепче, россиян будет повыше. Все, спасибо огромное. Я, к сожалению, полностью вас не смогу, уже не успею представить. Поэтому просто Станислав Савинов, Алексей Бизин сегодня были в студии Сухого Остатка. Спасибо вам, уважаемые гости. Вам, уважаемые слушатели, спасибо за внимание. Всего хорошего, успехов на рынке. До завтра.